Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас блюдо, которое было, наверное, где-то год назад. Я вспомнила это, когда листала свою ленту, так скажем, видео. Я подумала, почему бы не повторить, чтобы было какое-нибудь разнообразие. Сегодня у нас, как вы поняли, чебуреки с мясом. Здесь у меня айран. Многие думают, что это молоко. На самом деле нет. Это кефир. Ммм, немного солененький такой. И давайте приступим. Вот так вот выглядят чебуреки. Готовила их я. Рецепт я вам оставлю в инфобоксе. У меня получилось не настолько красиво, как у мамы. 8 штук у меня. Начинки добавила так смачненько. У нас около школы женщина открыла такую будку полетчик и там продавала. Не только чебуреки там были, там еще были кутабы, шурма. И вот у меня почему-то чебуреки ассоциируются именно с школой. Засклинило вопрос. Интересное. На котором можно порассуждать. Вопрос задает Айдан Алыева. Именно Алыева, а не Алиева. Привет, Айка. У меня к тебе такой вопрос. Если бы тебе предложили играть роль в каком-то турецком сериале, ты бы согласилась бы? И тебе предлагали бы большие суммы. Порассуждай, пожалуйста, если увидишь, тебя очень люблю. Спасибо большое. Очень приятно. Насчет сериала Я просто считаю, что для некоторых профессий реально нужен талант. Этого таланта у меня нету. То есть актерское мастерство у меня просто... Ну, как сказать, но это не мое. Естественно, если бы мне предложили бы, я бы захотела в этом всем поучаствовать. Но стали бы ли довольны, например, режиссеры, постановщики моей игрой? Я думаю, нет. Поэтому не знаю, конечно. Жизнь, она непредсказуемая штука. Ну, например, пение. Сейчас у нас все поют. Все, у кого есть аудитория, начинают петь. Конечно, никогда нельзя говорить никогда. Мало ли что может произойти. Но 99% из 100 я бы не стала петь. Каждому что-то свое. Турецкие сериалы, я смотрю, мне они нравятся. Но я никогда не могла бы представить, что я буду, например, в какой-то там роли. Иногда, когда смотрю, актрисы начинают моментально плакать там, где это нужно сделать. По сценарию, например. Герой здесь плачет. Ты тоже должна заплакать. Смогла бы я это сделать? Нет, конечно. Люди долгие годы идут учиться этому всему. поэтому. Поэтому делаем, наверное, не только в деньгах. каждому человеку своя сфера. Вот, например, элементарно возьму свою подругу Жале. Она работает фитнес-инструктором. Получается, у нее несколько групп, которые идут подряд. И со всеми этими группами ей надо заниматься, показывать упражнения. Если так на минуточку подумать, я бы лично, например, не смогла. С этими позанимался. Потом опять группа, потом опять группа, опять. Это просто надо быть железным человеком. У меня просто в детстве была мечта, что я вырасту, я стану моделью. Меня будут фотографировать, меня будут красить, укладывать. И была такая мечта детства, так скажем. Одна из мечт. Когда я набрала хоть какую-то аудиторию, это было где-то 7 тысяч подписчиков в Ютьюбе. Меня начали приглашать в разные магазины одежды, чтобы мерить эту одежду. Я фотографировалась в этой одежде, а потом эти фотографии выставлялись в инстаграм этого магазина. Я как бы с удовольствием пошла на первую съемку, на вторую. Платили, кстати, очень даже хорошо. Но потом я начала замечать, что я вообще так устаю, что это просто со стороны кажется. Легкая какая-то профессия. то есть это не так, что ты, например, померила пару платьев, пофоткали тебя немного, то, что хрустящую часть я не ем. Слишком жесткая. Потом уже, когда меня звали, я сказала, что нет. Я не хочу. Зовите кого-то другого. Следующий вопрос задает Морей. Короче, на каком-то другом языке написано. Это не английский и не русский. Айка, привет! У меня к тебе вопрос есть. У тебя будет очень много хейтеров. Будешь ли ты продолжать снимать? Если они будут доводить тебя до стресса, продолжишь ли ты заниматься своим любимым делом? В истории моего канала был период, когда меня что-то очень жестко хейтили. Но сейчас это все прошло. Как бы все нормально. Не знаю, почему. Возможно, я как-то по-другому начала ко всему этому относиться или по-другому начала выражать свою мысль. То есть в последнее время такого уж хейта нет. А возможно, просто я блокирую таких людей и все. Если я заблокировала человека, например, аккаунт, человек может выйти из этого аккаунта и смотреть меня без аккаунта. Но когда он смотрит без, он не может ставить ни лайки, ни дизлайки. Мне кажется, просто всех агрессивных людей я просто заблокировала. И все. Сейчас особо такого сильного хейта просто нет. И слава богу. сказать, что это демотивирует тебя снимать. Раньше я очень остро реагировала на хейт. Сейчас как-то более проще отношусь. Пытаюсь понять людей, которые пишут это. потому что каждый человек воспринимает мои слова по-разному. Кто-то может меня неправильно понять или не разделять мою точку зрения. Я помню однажды я в видео сказала, что я считаю, что каждая женщина сама должна всего добиваться. Что золушка из деревни, которая приезжает в город и сразу выходит замуж за олигархом. Это просто сказки. На самом деле такого не бывает. девочки, которые не разделяют мои точки зрения и считают, что обязательно найдут олигарха, который их будет содержать. Это столько хейта было. Не надо говорить за всех. Вот тогда я поняла, насколько много девушек, которые просто хотят удачно выйти замуж и неважно, сколько лет ее мужчине и просто жить в достатке. Я поняла, что таких девушек очень-очень много, потому что меня просто захейтили за это. это моя позиция. когда я получаю кучу хейта, не могу сказать, что мне пофиг. Возможно, кому-то реально пофиг, но меня это задевает, мне это неприятно, конечно же. Некоторые пишут «Почему ты удаляешь?» Что я вот эти оскорбления должна закреплять у себя на стене? Почему? Если люди несут негатив, если людям я не нравлюсь, пусть не смотрят. Если они сами добровольно не могут отказаться от просмотра моих видео, так можно просто заблокировать. И в универе угорали надо мной. что вот блогер идет. Не могу сказать, что я прямо сейчас миллионник, у меня там как у Влада А4, там дохрена подписчиков, но все равно сейчас уже никто не может надо мной поугарать, что «Ой, нашлась тут тоже мне блогер», например, да? Любой негатив, он должен наоборот закалять вас, вместо того, чтобы делать вас слабее. по пальцам можно пересчитать тех, кто меня реально поддерживал в универе. Когда два года назад я начала вести свой канал, даже не два, три. А сейчас, естественно, уже другое отношение. Я стараюсь никогда, даже когда вижу в комментариях какой-то негативный коммент, например, куча оскорблений, там сидеть и тоже печатать в ответ какие-то гадости. Зачем? К некоторым вещам в жизни нужно относиться гораздо проще, чем мы относимся. Если хотите действительно кого-то задеть, так скажем, просто задевайте их своим успехом, а не оскорблениями или какими-то там, знаете, статусами. Ты меня потерял, скотина такая. Посмотрим, кого ты найдешь. Нет. Ваше безразличие это самое главное оружие. На этом все. Я наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Целую.